Еще недавно поселок Петровское, иначе как многострадальный и не называли. Дороги разбитые, дворы в ужасном состоянии, на дома, как говорится, без слез не взглянешь. О такой роскоши, как детская площадка, и говорить не приходилось. В последний год все диаметрально поменялось. Проведен ремонт дорог и благоустроены придомовые территории. Теперь пришла пора преобразиться многоквартирным домам. В настоящий момент в программе капитального ремонта принимают 14 домов. Это касается ремонта фасадов и ремонта внутренних инженерных систем. Также ведутся работы в рамках другого проекта по ремонту крови. Чуть больше года назад бывший военный городок Петровское был передан на баланс Ленинского муниципального района. Наследство от Министерства обороны досталось незавидное. Долгие годы местная коммуналка финансировалась по остаточному принципу. Муниципальным властям пришлось заниматься самым насущным. То, что для многих из нас привычное, для жителей Петровского оказалось неожиданной радостью. Вот я 34 года здесь живу. Первый раз за 34 года в октябре в доме тепло. Большое спасибо за вот это вот. Здесь был военный городок и все это дело... Да разрушено все. Разрушено. Надо восстанавливать как-то. В основном в ремонтируемых домах проживают те, кто когда-то служил или работал в военной части, а также их родственники. Приезжих мало. Капитальный комплексный ремонт в этих строениях за их долгую, более чем 40-летнюю историю не проводился никогда. Косметические работы были, но о них местные жители вспоминают с трудом. Был ремонт, это было в 1902 году, 14 лет назад. Вот это штукатурили здесь и красили его. В среднем на каждом из домов, а их напомним 14, будут обновлены фасады на площади в 1200 квадратных метров. Антон Замятнин, главный специалист управления ЖКХ администрации Ленинского района, сам живет в Петровском. Преобразования в родном поселке у него, как у профессионала, вызывают особые чувства. И за ремонтом этих домов он следит особенно пристально. Конечно же вызывает радость, как у местного жителя прежде всего, то, что наконец-то у нас есть хорошие дороги, хорошие обустроенные детские площадки. И наш жилой фонд, который настрадался от управления Министерством обороны, сейчас приводится в должное состояние. Пока погода позволяет, проводится фасадный ремонт. После этого строители перейдут к внутренним работам. В ходе них планируется в том числе и починка инженерных коммуникаций, в частности, полная замена электропроводки. Петровская постепенно приобретает цивилизованный вид, а местные жители постепенно привыкают к комфорту и желают властям не останавливаться на достигнутом. Дороги сделаны, да, отлично. А желательно бы иметь тротуары, да, желательно, чтобы, скажем, обратили внимание на такую вещь, как связь, телефонная связь. Все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется полностью закончить до 7 декабря. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.